Добрый день дорогие телезрители! Это программа Карачаева Черкесия онлайн и в студии я Екатерина Иванова. О самых актуальных событиях дня, о том, чем живет Карачаева Черкесия, сегодня мы поговорим в прямом эфире с гостями нашей студии. К разговору можете присоединиться и вы, позвонив по номеру 8 800 775 03 24. Начинаем мы традиционно наш эфир с коронавирусной статистики. По состоянию на сегодняшний день в Карачаево-Черкесии выявлено 62 новых случая заражения COVID-19. Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии за все время пандемии составило 26 266 человек. Из них 23 092 человека выздоровели, 685 человек скончались от коронавируса. 914 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные лечатся на дому в режиме самоизоляции под контролем врачей по всем нормам Здрава России. Стоит отметить, что снова выросло количество госпитализированных. И это указывает на то, что коронавирус все-таки распространяется очень быстро и, мало того, проходит не в самой легкой форме. Но мы переходим к главной теме нашей программы. Она все-таки у нас позитивная и приятная. И в российско-германском форуме организаторов спортивных молодежных обменов приняли участие два представителя Карачаева-Черкесии. Работа форума проходила в городах Астрахани-Ариста в рамках реализации программы российско-германских молодежных и школьных обменов на 2021 год, одобренной Российско-германским советом в области молодежного сотрудничества. Встреча проводилась с Российским студенческим спортивным союзом совместно с Deutsch Sport Jugend. Вот такая вот новость. И у нас в гостях, собственно, представители Карачаева-Черкесии. На этом форуме начальник управления по молодежной политике и социальным проектам Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Наурус Капушев и руководитель Карачаева-Черкесского отделения Российского студенческого спортивного союза Ибрагим Узденов. Здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле новость очень масштабная, как бы с одной стороны кажется, потому что когда речь идет об обине с другой стороны, то всегда это вызывает большой интерес. А с другой стороны она касается вроде бы нашего небольшого уголка страны. Вот расскажите подробнее о том, что это за форум, как это все происходило и как вы туда попали. Попали мы туда не случайно. Стоит отметить, что этот форум он долгожданный за последние два года в связи с печальными событиями, в связи с пандемией. Какие-то очные события пришлось отменить и перенести. И вот долго планируя все-таки две стороны сошлись на том, что пора уже встретиться в реальной жизни, перенести наши проекты уже на практику, в реальную жизнь, вытаскивать из онлайна, так сказать. Мы в этой программе находимся с самого начала, поэтому попали мы туда совсем не случайно. Если вы помните, мы в вашей передаче, наверное, тоже были, рассказывали о том, что в 2018 году у нас проходил уже Менцгермания. Мы ездили, отвозили молодежь в Германию. Они приезжали, делегация из Баварии приезжала в Карачао-Черкесию, и мы проводили совместные мероприятия. Потом, конечно, это был большой долг, долгий наш перерыв. И вот сейчас мы возобновляем отношения для того, чтобы продолжать развивать. На форуме присутствовало около 50 организаций, которые заинтересованы в развитии и уже участвуют в обмене. Это были как такие организации, как наша, которые давно уже в этом участвуют, так и новые, которые только ищут своих партнеров. И нужно было по результатам общения, по результатам работы между партнерскими организациями составить какой-то план действий на ближайшие годы, на 2022, на 2023 годы. Мы надеемся, что у всех наших коллег все прошло продуктивно, в том числе у нас наши планы были достигнуты с нашими друзьями из Германии. И мы готовимся к теперь дальнейшему развитию этого направления. Как вам известно, мы работали по направлению скалолазания и альпинизм. В 2018 году мы сотрудничали с горно-спортивным клубом Архэц, Карачаево-Черкесского государственного университета. ВУЗ очень сильно поддержал это направление. И как некоммерческая организация, как региональное отделение, РССС, конечно, мы не имеем каких-то бюджетов, чтобы участвовать. Нам необходимо иметь спонсоров, необходимо заинтересованные организации иметь, коммерческие, некоммерческие. И ВУЗ в данном случае выступил как главным лицом, который поддержал этот проект. И вот Наурус в те годы в качестве участника первого нашего обмена был одним из тех, кто отправился в Германию, в Баварию. И там вместе с ребятами-спортсменами из Германии он проходил тренировки. Я хочу отметить, что этот обмен не носит какой-то характер профессионального спортивного развития. А здесь больше о массовом спорте, о влиянии спорта на социальную жизнь, на развитие человека, на развитие общества и так далее. Но также мы не выключаем и профессиональные направления. Потому как есть виды спорта, которые лучше развиты в России. Конкретно на Северном Кавказе есть такие виды спорта, которые прямо кавказцы блещут. Есть виды спорта, которые в Германии больше развиты. И мы совсем не против, чтобы профессионалы с обеих сторон помогали своим коллегам на другой стороне расти, изучать спортивные методики, тренерские методики и тоже подтягивать суверен. То есть они нам футбол, мы им борьбу. Очень надеемся. Очень надеемся, что с футболом у нас получится. Я думаю, что и они возлагают надежду на борьбу. Посмотрим, конечно, как это все конкурентом взращиваем. Но с другой стороны, так интереснее хотя бы будет. Но давайте немножечко в историю этого проекта окунемся. На УРУС, как участник первого этого обмена, поделись, пожалуйста, своими воспоминаниями. Я думаю, что они до сих пор яркие и как-то вдохновляют, во всяком случае, на дальнейшую деятельность. Конечно, конечно. С удовольствием поделюсь. Где были? В отмене, когда они приехали к нам, мы уже их здесь встречали с Ибрагимом. Мы как бы их учили альпинизму. Как Ибрагим сказал, что у нас есть горно-спортивный клуб ГСК Архыз. Они как раз обучали их альпинизму. У нас свои тренера, преподаватели. Они нас как бы должны были учить именно скалолазанию. И когда мы уже собрали делегацию, вернее, Ибрагим собрал делегацию, в том числе был где и я, скалолазание как спорт, он мне очень нравится. Если взять альпинизм, то альпинизм тоже нравится, но не так часто я хочу им заниматься, как скалолазанием, потому что тебе нужно идти часами. Альпинизм и скалолазание. Какая разница? Скалолазание – это, так получается, часть альпинизма. Альпинизм, где ты уже покоряешь какие-то горы, или горы, вернее, покоряет тебя, как получится уже. А скалолазание – это перед тобой скала, и ты уже какую-то трассу просто лазишь вертикально, и все. В моем понимании в этом есть разница. Да, принципиальная разница в том, что скалолазание – это только лазание на скале. Альпинизм в себя включает множество, комплекс целых прохождений, где нужно проходить и пешие маршруты, и лазание, и работа на рельефе, и лед, и снег, и склоны – все вместе. Получается, что это вычлененный из альпинизма кусок, который профессионально, самостоятельно очень сильно развился. И мы работали с Германией в этом направлении, потому что Бавария – это признанный лидер вообще в направлении скалолазания, современное спортивное скалолазание, вообще родом из Баварии, из Фрэнкен-Юра. Был такой скалолаз Курт Альберт, который в 80-е годы прошлого столетия, он заявил, что скалолазание может быть полностью самостоятельным, и не нужно никаких металлических приспособлений, чтобы лазить по скале, и нужны только руки и ноги. Все остальное человеку доступно. Да, и эта теория его развилась в практику, и он назвал свою методику лазания Red Point. Он пролезал по скале, по какому-то маршруту, и там, где он смог пролезть, он ставил красную точку краской наверху, показывая, что по этой линии можно пролезть, что человек способен это сделать. До этого момента скалолазание было больше как часть альпинизма, и в лазании использовались различные дополнительные устройства металлические, дополнительные точки страховки формировались с помощью забивания опор и так далее. Но вот он новый вид спортивного скалолазания создал именно в Курте Альберте, создал это в Баварии. Так, ну погодите, у меня сразу возникает вопрос, потому что, ну, так мне посчастливилось тоже побывать в свое время в Германии, у меня не вспоминается там каких-то уж скал, то есть это не совсем уж горные, да, там есть определенные, как они говорят, горы, но мы-то с вами понимаем, что это, какие это горы, горы они еще не видали. То есть когда мы говорим обучать немцев альпинизму у нас здесь, на природе, то есть выехал за город, и все, можно прям тут сразу и альпинизмом заниматься. А если говорить, что поехали туда и что немцы обучали скалолазанию, где? Ну, вообще, да, целый район Франкенюра, это скалолазный район в Баварии, где огромное количество скал, они не как вершины пиковые, к которым мы привыкли здесь на Кавказе, а это скальные массивы каньонного типа различные, небольшие скальные отвесные массивы и так далее, которые в высоту достигают, ну, прилично, бывает он до 50-70 метров, довольно высокие скалы бывают, бывают небольшие скалы по 13-12 метров, бывают совсем небольшие волны 4-5 метра, на которых занимаются болдерингом, но это не отменяет того, что была создана из поколения в поколение, была создана школа именно лазания, технического лазания, а Курт Альберт, он довел до совершенства этот подход, отменив все дополнительное снаряжение. И вот после него очаг такой развития скал-лазания начался оттуда, поэтому это как бы культовое место для скал-лазов, хотя по всему миру есть профессионалы, которые гораздо, кто-то дальше ушел, кто-то меньше занимается, но все-таки Франки-Ньюэр и Бавария это знаковое место, и нам хотелось заниматься с теми ребятами, которые там живут, которые в этой субкультуре скал-лазина находятся, вместе это делать. Но они у нас занимались альпинизмом, так как горовосхождение как таковое у них не развито. Есть, конечно, у них альпийский клуб, и это достаточно развитое направление, самый большой, самый массовый, кстати, в мире альпийский клуб, у нас это Федерация Альпинизма называется, у них альпийский горный клуб в Германии, у них там огромное количество членов этой организации, но при этом, конечно же, не все ребята, которые занимаются скал-лазанием, пробовали горовосхождение. И мы им показывали богатый опыт советского альпинизма, который переродился в российском альпинизме, может многое показать, многому научить. И мы делились своими видениями этого спорта, а они делились своими видениями своего спорта. И цель была не в том, чтобы их обучить и сделать профессионалами, а в том, чтобы на основе спорта, совместно в занятии спортом, произвести культурный обмен, чтобы мы подружились, чтобы мы научились понимать друг друга, даже не владея достаточной степени языками. Вот если говорить о вот этом общении, о культурном обмене, что оно вам дало? То есть, понятное дело, опять-таки, может быть, вам так не показалось, но мне, например, кажется, что между нами, жителями Северного Кавказа, и немцами очень много общего, как ни странно. То есть, и еда у них вкусная, там есть вот культ еды такой определенный. И довольно-таки они открытые в некоторых моментах люди, так же, как и мы, хотя кажется, что немцы очень чопорные. Единственное, вот в плане эмоционального подхода к некоторым вещам, то есть, у них там все пунктуально, все четко, а у нас все немножечко иначе. Вот вы заметили схожесть, разницу между нами и немцами? Ну, на самом деле, некоторые ребята, которые нас там встречали, мы были уверены, что они вообще из Северного Кавказа, потому что они были даже похожи на нас физиологией. Ну, это было прекрасно. Ну, да, кстати, они что же широкоплечие, вот, ну, сами по-своему, многие строили. Сделали себе комплименты. Ну, было прекрасно, нас очень хорошо встретили, и те ребята, с которыми мы там все это время находились, и они отвозили нас на разные районы, где мы занимались скалолазами, ну, даже можно отметить, что скалолазание там развито не хуже, даже если не лучше, чем вольная борьба на Северном Кавказе. Там столько, скажем, целые сборники, где можно найти трассу, поехать, там все описано, какой сложности. И это был очень крутой опыт, по крайней мере, для меня, тем более для ленивого человека, потому что если альпинизм, вот мы с Ибрагимом энергию спотнимались, Ибрагим, конечно, намного чаще, чем я, я один раз, мне этого достаточно. То нужно часами ходить, это красиво, это круто, но, повторюсь, для ленивых людей, как и это, не очень. А вот скалолазание, прям перед тобой скала, и ты позанимался пару часиков, получил удовольствие, и все, поехал домой. Ну, даже когда приехали, вот Ибрагим построил трассу у нас в городе, в Карачаевске на, естественно, рельефе, и довольно-таки часто по уходным с Ибрагимом ездили туда, и как раз занимались на этой скале, чтобы те знания, которые я, по крайней мере, получил там, я их не забыл, потому что мы, когда там обучились, нам еще практически все ребята, которые мы туда поехали, мы хороший результат показали, и нам вручили сертификаты, то, что мы прошли полностью обучение, которое они нам предоставили, они были удивлены, что нам так легко это дается. Мы не были этим удивлены, потому что вокруг нас горы, и Ибрагим тоже тренировал перед тем, даже как туда поехать, поэтому это для меня очень хороший и крутой обувь. То есть, чтобы не упасть в грязь лицом, перед тренировками была тренировка, да? Можно и так сказать. Ну, правильно, правильно. А если говорить про бытовой вопрос, все равно это обмен, и такие условия, как жилье, перемещение, да, там, не знаю, даже питание, вот как, на каком уровне это все организовывалось? Ну, это, наверное, основная часть, которая создает сложности процесса организации. Ребятам-то остается поехать и получить удовольствие от путешествий, а организаторам нужно прописать каждый пункт, потому что нужно достать финансирование на каждый прием пищи, на каждый стакан воды. Ну, и безопасность тоже так и не значит. Конечно, по условиям российско-германского обмена в рамках этой программы, спортивного и молодежного обмена, я отмечу, что есть куча целых направлений, академические обмены, творческие и так далее, и так далее. Мы занимаемся только спортивным обменом. В рамках нашего обмена не существует в России какой-то структуры, которая могла бы профинансировать это. Хотя со стороны Германии все выглядит совершенно по-другому. Есть фонд русско-германо-российского обмена международного. То есть отдельный фонд специально для этой цели. Да, они лоббируют это направление. Есть организация «Германская спортивная молодежь», которая объединяет все спортивные федерации молодежные. И ребята, которые планируют участвовать в обмене, они могут, немцы, написать заявку за благовременно вышестоящую организацию, свою федерацию, которая на следующий год одобрит им финансирование, пролоббированное как раз этим фондом российско-германского обмена. Финансирование, чтобы в следующем году принять делегацию из России. И они просто прописывают весь план, количество людей, то, что собираются где и когда делать, и какое количество денег на каждый день им нужно. И получается финансирование. Все довольно-таки просто. Все очень просто. В этом и плюсы, что встречающая сторона, она обеспечивает присутствие гостей полностью от дверей аэропорта до дверей аэропорта полностью. То есть и питание, и проживание, и культурные мероприятия, и спортивные, все включено. В том числе, если необходимо, какое-то спортивное снаряжение. Нам это тоже гораздо выгоднее, потому что для меня принять гостей и организовать их пребывание в России, в Карачаево-Черкесии, гораздо проще, тем более используя собственные ресурсы, используя друзей и так далее, гораздо дешевле мне обходится, чем такое же количество людей вывозить в Германию и там их обеспечивать. Это облегчает нам задачу. В плане, как они жили и так далее, мы не берем какие-то планки, что это должно быть обязательно. Знаете, как у нас принято? Когда приезжают гости, мы лучше отдаем им, спрашиваем, а понравилось ли вам в Карачаево-Черкесии, когда приехал человек извне. А самих жителей Карачаево-Черкесии мы обычно не спрашиваем, нравится ли им здесь или нет. Есть у нас такая любовь к обложке, к витрине. Мы сразу договорились обойти этот момент, так как и у немцев не было запроса, чтобы мы для них создавали курортные условия. Они хотели жить так, как живем. То есть пятизвездочные отели специально для их приезда не построили? Если бы построили, то они были бы разочарованы. Ну, конечно. Суть обмена именно в культурном общении, в культурном обмене. Мы, пребывая в Германии, мы половину ночей провели в палаточных лагерях, в каких-то маленьких гостиницах. Вторую половину мы провели у них дома. Мы ночевали в гостях у ребят, мы просто бросали какие-то матрасы, вытаскивали спальные мешки, спали на чердаке. Мы легко к этому носились. Точно так же, и они находясь у нас, мы тоже жили в горах, нас в студенческое общежитие заселили, мы прекрасно там проводили время. То есть никаких проблем с запросами на то, что у нас обязательно должен быть такой трансфер, такой вот прайс, нам нужно соленые орешки и клубнику в раздевалку. Нет, такого нет. Все абсолютно просто. Ребята наши сверстники, и они готовы к тому, что они едут в Россию, к тому, что они едут вообще в чужую культуру. И даже если здесь будут все ходить на ушах, они на ногах, они, в принципе, к этому тоже готовы. Но так как мир стал гораздо более открытым и доступным, чем мы это предполагаем, практически никакой разницы, может, благодаря глобализации, может, благодаря каким-то другим тенденциям, но какой-то глобальной разницы между присутствием нас там и их здесь, в проживании, в быту, мы не заметили. Ну, грубо говоря, потому что смотрим одни и те же фильмы, слушаем одну и ту же музыку, есть о чем поговорить, покупаем какие-то вещи в одних и тех же магазинах. Да я тоже вещью. Мы когда в торговый центр зашли, купить вещи в Германии, куда же там. Я купил себе кроссовки, читаю, этикетку сделано в России. Вот и отоваривался в Германии, называется. Всё своё беру с собой, так сказать. Да. То есть нужна была вот та самая атмосфера обычного быта, погружённость в жизнь, погружённость в молодёжную культуру и так далее, и так далее. Да, эти инструменты мы изучаем и новичков в этой программе готовим к тому, что не обязательно какое-то крупное финансирование, нужно входить в программу «Не боясь». Ты можешь принимать их у себя дома, и в этом нет ничего страшного, просто нужно заранее обговорить, какие условия проживания будут, чтобы они были готовы, какие-то вещи, если нужно с собой иметь и так далее. Это абсолютно нормально. Если у нас, это, кстати, практикуется больше среди школьных обменов. Карачаево-Черкесия в школьных обменах ещё не участвовала, но дай бог всё впереди. Когда дети приезжают в государство, партнёрское, и учатся какое-то время в школе с тем классом, с которым они решили подружиться, и живут дома у этих детей. Каждый ребёнок забирает одного гостя к себе домой. И вот каждый день мамы и папы их привозят в школу вдвоём, и вот такое общение происходит. Ну это и вузовские обмены часто вот тоже такое практикуют, потому что, например, когда я тоже ездила в языковую школу, то есть примерно такая же практика была. Мы жили по соседству с языковой школой в семье, которая нас туда приняла. Мы видели и быт этот, и там, не знаю, еле то же, что еле они говорили о том же, о чём они хотели поговорить и так далее. Поэтому это очень интересно. И это, кстати, даже в плане языкового развития и переступления барьеров, это помогает гораздо больше, чем там предыдущие, ну для меня, во всяком случае, мне помогло это больше, чем предыдущие три года обучения в университете, до этого ещё 11 лет обучения в школе. И за два дня, уже первые, я начала говорить больше, чем раньше. Вот вам в плане языкового, преступления языкового барьера, преступления вот этого культурного какого-то барьера, помогло пребывание внутри сообщества определённого? Вы знаете, когда мы отправлялись туда, я думал, сейчас мобилизую все свои знания английского языка, школьные знания, всё, готовился, какие-то онлайн-курсы проходил, готовился. Но приехав туда, в итоге получилось, что мы говорили половину на русском, половину на английском, половину вообще на баварском, и четвёртую часть на немецком. И у нас получалась вообще не такая весёлая каша, что, вернувшись, я уже не понимал, это слово из английского языка, из немецкого языка, или из баварского диалекта. И когда я говорю некоторые фразы друзьям из Германии, новым друзьям, они говорят, мы не из Баварии, мы не понимаем, что ты говоришь, мы там с северной части Германии, с нами, пожалуйста, говори иначе. Да? Это получается, что всё-таки тут скорее психологический барьер в общении с новыми людьми, в общении с новой культурой преломляются, потому что оказывается, что существует тот самый язык общения. Конечно, конечно. Но мы, я не преувеличу, если скажу, что мы вернулись друзьями. Действительно, создавать дружба, которая и сейчас продолжается, мы общаемся. Но я хочу просто акцентировать внимание на таком моменте. Да, мы сделали обмен на почве горных видов спорта, от низма и скалолазания. Это был пилотный обмен. Мы вообще одни из первых в России, кто стартовался в этих обменах. В 2017 году произошла первая установочная встреча между организациями из России и Германии, между РССС со стороны России и со стороны Германии немецкая спортивная молодежь было подписано соглашение. И в 2018 году только начались обмены. Мы принимали, я конкретно принимал участие в поездке в Берлин. Первая была уже конференция между организаторами обменов. И когда мы начинали эти обмены, мы не знали, на что равняться, как это должно происходить. Поэтому первый обмен был не очень массовый. Было всего 5 человек с одной стороны, 5 человек с другой стороны. Это была прям проверка, проверка, поездка организаторов, пилотная версия такая. Сегодня мы планируем развивать, расширять направление для обмена, включать другие виды спорта. Конечно же, это должны быть те виды спорта, которые мы хотели бы и у себя развивать, привлекать внимание к этим видам спорта. Но и можем что-то предложить нашим друзьям, чтобы им было интересно посетить. Если мы пригласим команду по керлингу из Германии в Карачао-Черкесию, конечно, нам мало что. Единственное, может быть, мысль пришла зимой в горы вывезти и на заледеневшем озере их погонять. Что должно быть такое у нас, чем мы можем заинтересовать их? Так как процедура проходит следующим образом. Если коллеги будут смотреть из спортивных организаций Карачао-Черкесии, да и вообще из организаций по Северному Кавказу, мы можем консультировать, помогать друг другу, хотя все регионы самостоятельно участвуют. Процедура, она такая. Необходимо выбрать то направление, вид спорта, который хочет участвовать в обмене. Должна быть какая-то организация, которая представляет этот вид спорта. Это спортивная школа, либо спортивное объединение, либо клуб какой-то. Может быть, это просто секция. Не обязательно федерация. Любая по какому-то признаку очерченная организация, которая может сказать, что вот это мы. Им необходимо выбрать, чем они хотят заниматься вместе с партнерами из Германии, какой возраст участников обмена будет и какое количество людей они хотят видеть в этом обмене. Обращаются с этой информацией ко мне и мы с ними начинаем составлять заявку. Составляем правильную заявку и отправляем ее уже в вышестоящую инстанцию. И далее они отправляют партнерам из Германии нашу заявку, переводят ее на английский и немецкий языки. В Германии происходит рассылка по профильным организациям. Если это, допустим, вид спорта футбол или там борьба, то они отправляют тем организациям, где этот вид спорта представлен. И те занятия, которые мы предлагаем вместе провести, это могут быть что угодно. Какие-то культурные мероприятия или мы предлагаем провести сборы в горах спортивные совместно для детишек. Или все, что угодно, что мы можем представить. Мы в том году, в 2018 году, им предложили провести, принять участие в учебно-тренировочных сборах по стандартам Федерации Альпинизма России, чтобы они прошли обучение, получили наградную значок Альпинисты России. Вот им это понравилось, они откликнулись. И также будет рассылка, и те организации, которых заинтересует наше предложение, они выйдут с нами на связь, и мы начнем уже с ними дальше прорабатывать подробности обмена. Но важно, чтобы сначала была какая-то организация, представляющая какой-то конкретный вид спорта. И важно, чтобы было желание у этой организации. И были возможности, что немаловажно, потому что желание одно, но когда настанет момент реализации, очень много организаций по стране вступали в этот обмен, но не все, большая часть, они слились, потому что какие-то проблемы, какие-то причины, еще что-то. Со стороны Германии отказывались, что-то им не понравилось, в итоге наши не доводили до конца. Было такое. Ну представьте, если человеку нужно по условиям обмена, им нужно ехать в Германию с ребятами, а он не хочет ввязываться в бумажную волокиту, чтобы визы оформить. Его это не интересует, он хочет просто... Да, и это нужно, чтобы вот тоже наши телезрители понимали, это все равно некая ответственность, это нужно ехать в другой город, получать визы, это нужно собирать определенный пакет документов. Там каждая буква в ваших документах должна быть с документами, которые подтверждают эту самую букву, то есть это очень-очень большой объем работы, и если говорить про организацию этого, то здесь большая ответственность на этом человеке, потому что там сколько человек в 2018 году ездило? У нас было 5 на 5. Вот 5 человек, и у каждого такая плотная папочка наверняка была, с копиями документов, с документами, которые на всякий случай, потому что, когда едешь получать визу, могут возникнуть вопросы, и это опять-таки ответственность, которую человек сам на себя возлагает, наверняка, вот зная Ибрагима, можно точно это сказать, что ты ответственный, даже если эти люди взрослые, совершеннолетние, ты их туда везешь. Да, совершенно верно, и нужно быть готовым, что могут возникнуть различные проблемы, кому-то в команде могут отказать, кто-то может что-то не успеть и так далее, и тут просто должна быть хорошая организаторская работа, люди должны быть готовы в это вступить и ответственно довести до конца. Вторая часть обмена это то, что нам необходимо принимать этих людей здесь и организовать их здесь пребывание, и это все-таки должно быть хорошо организовано, и учитывая, конечно, все те возможности, что можно принимать просто дома, можно кормить домашней едой, а не по ресторанам и так далее, понятно, что все может быть просто, но при этом все должно быть достаточно насыщенно и хорошо организовано. Мы не можем пренебрегать их безопасностью, мы не можем пренебрегать их культурными взглядами, Мы не можем пренебрегать тем, что все-таки это люди из другого государства, приехавшие к нам, и нужно провести этот обмен так, чтобы они захотели его дальше продолжать развивать, и так, чтобы была польза и для них, и для нас. Но это все формируется в процессе переговоров, конечно. Мы ведем консультативную работу для тех, кто хочет в это все ввязаться, так сказать. Мы будем помогать, консультировать и с визами, и с документами, и в процессе общения, конечно. Но очень важно, чтобы включались новые и новые операторы этого обмена, потому что одно только региональное отделение РССС все на себе, естественно, не вытащит, физически рук даже у нас не хватит, делать это самостоятельно. На сегодняшний день мы базируемся на базе высокогорного креативного кластера, и есть целый пакет организаций, которые будут включаться в эту работу на базе кластера. Но это не отменяет того, что в районах, даже в центральном, мы-то живем в Карачаевске, делаем все в Карачаевске, но в городе Черкесске гораздо больше спортивных организаций, которые могут смотреть эту передачу, и у них, может, промелькнет мысль, почему бы наших ребят из нашего шахматного клуба... Или вот регби у нас недавно появилось, почему бы? Конечно, любые виды спорта, которые нам интересны. Мы планируем, если говорить о планах, которые мы обсудили с партнерами из Германии на будущий год, конечно, в связи с пандемией сложно прогнозировать, предсказывать, поэтому в лучшем случае конец 2022 года, но я реально вижу, что, скорее всего, это будет 2023 год, и мы успеем подготовиться. Ну, то есть вы опираясь на опыты того раза и опираясь уже на состояние, в котором находятся сегодняшние границы, сегодняшние... Да, ну, в основном границы, конечно, основная причина этой границы. Ну, и все-таки давайте не забывать о том, что и в Европе, и в России, к сожалению, сейчас опять новый всплеск заболевания, и мне кажется, что вряд ли кто-то захочет поехать полазить по горам, а потом вернуться уже... Есть высокая опасность, что просто все сорвется. У нас в 2019 и 2020 году, ну, больше в 2020 году был запланирован крупный обмен, и все сорвалось. Если бы это были просто договоренности, мы бы могли их перенести на 2021 год, но так как около 20 человек из Германии одновременно взяли отпуск на не те же даты. Были спонсоры, которые должны были отправить нам оборудование, чтобы мы смогли здесь скальные массивы оборудовать в рамках нашего проекта. Они были включены в работу с нашей стороны. Большое количество людей одновременно освободились, нашли отпуск, нашли возможность приехать на Кавказ. И вдруг все отменилось из-за того, что были закрыты границы. Потом целый год была мощнейшая депрессия. Организации, которые вступили как спонсоры оборудования, они фирмы, которые производят оборудование спортивное и туристическое, и, естественно, за эти год-полтора они ушли в минус, и они уже не совсем могли быть спонсорами. Все, можно сказать, обрушилось. Есть вот такая опасность. Это самая высокая сложность изменения взаимоотношений на границе. Это сложнее всего быть. Если с людьми можно как-то еще варьировать, то границы и то, что специалисты должны одинаковое время выбирать для отпуска и так далее, сложно заново все это собрать, сложно заново все сконструировать. И теперь мы просто будем делать все по-новой. Не реанимировать старое, конечно, почти уже невозможно. А можно как-то застраховаться от таких моментов? Можно ли как-то выбрать определенное время? Или уже, ну я не знаю, хоть как-то обезопасить и себя, и тот план, который вы наметили? Есть один из вариантов, как я упомянул уже, допустим, вид спорта шахматы. Им было проще всего, они проще всего перенесли эти ограничения, они просто проводили турниры, проводили совместные тренировки в онлайне. Ну да. Им было просто, да. Для них самое главное наличие игрока на второй стороне. С киберспортом та же история. Да. Вот с киберспортом я не помню, чтобы был у нас обмен, чтобы кто-то в это включался. Ну я имею в виду, что в мировой практике онлайн соревнования и обмены наверняка производились. Ну вот шахматы активно продолжали работу, даже во время пандемии им в этом смысле было проще. Сейчас мы планируем, конечно, новые направления, в том числе и шахматные направления. Но главное, что даст Бог, если процесс с пандемией пойдет на лад, если все-таки население с вакцинацией определится, и мы все знаем, насколько неоднозначна эта ситуация с вакцинацией и с этими вакцинами. Я надеюсь, что в скором времени все-таки большая часть населения вакцинируется, и мы сможем вырабатывать этот самый пресловутый иммунитет коллективный, и уже границы откроются. Вот как раз, тем более, сейчас новость уже одна из последних по поводу вакцинации, что ВОЗ уже на грани того, чтобы одобрить спутник ВИ, так что, может быть, уже и с этой вакциной, провакцинировавшись этой вакциной, уже можно будет выезжать в Европу, поэтому было бы это прекрасно. Поэтому я думаю, что как раз-таки тот промежуток, конец 22-го, начало 23-го года, он уже будет более или менее определенным, хотя мы так думали и в 19-м году про 21-й, но, тем не менее, будем надеяться. Сейчас я предлагаю вам посмотреть небольшой сюжет, который, кстати, был сделан вашими студентами, насчет о том, как вообще проходили у вас сборы, потому что каждый год, начиная там еще, я даже не знаю, с какого года начиная, происходили различные альпинистские сборы. И этот сюжет не о 2018-м году, а о том, как наши жители все-таки участвовали в такой программе. Но давайте окунемся в эту атмосферу, чтобы хотя бы чуть-чуть понять, как это все происходит на практике. Высокие горы, цветущие леса и звенящие реки. Вся эта красота Софийской поляны окружила участников учебно-тренировочных сборов горно-спортивного клуба «Архыз» Крачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Лиева. Сбор по подготовке альпинистов начального этапа для выполнения норм на альпинист России. Сбор, как всегда, проводится к ЧГУ. Самое главное тех людей, которые приезжают на сборы, объединить общей целью заниматься альпинизмом, совершать восхождение, получить необходимые объемы знаний и привить любовь к горам. Распорядок дня начинающих альпинистов не терпит пустоты. После завтрака весь состав лагеря собирается в полном обмундировании на утреннее построение. Ледорубы и веревки, палатки и карематы, сухпайки и горячий чай – это далеко не весь список того, что крайне необходимо для похода. После того, как содержимое рюкзаков проверено инструкторами, группа спортсменов выходит в путь. Сменяя место локации своих учебных занятий из часа в час, молодые альпинисты усваивают в теории и на практике новые навыки доврачебной медицинской помощи, транспортировки пострадавшего с помощью подручных средств и многое другое. Особенно интересным для новичков показались занятия по переправе через реку. Речки на начальном этапе обучения, конечно же, не было, но переправа над травой оказалась не менее практичной. Вот уже восьмой год подряд мы проводим наши традиционные альпинистские сборы открытий сезона в мае. Каждый год в это время мы набираем молодых альпинистов, тех ребят, которые давно уже ходят в горы, для того, чтобы начать сезон восхождения. В этом году мы хотели бы посвятить наши сборы и наше восхождение нашему любимому Карачаево-Черкесскому государственному университету и поздравить коллектив и студентов этого университета с праздником, с юбилеем 80-летия. После недели тренировок, когда в навыках и уровне подготовки спортсменов нет сомнений, предпринимается поход протяженностью более 10 километров на вершину в 3055 метров, известную как Чагетчатбаши. Этот поход является первой серьезной проверкой на прочность тех, кто решил бросить вызов снежным вершинам. Дойдя до места привала, времени на отдых нет. Сначала чистка снега и установка палаток, потом легкий перекус, чай из растопленного снега и немного огня, чтобы хоть малость согреться. Когда чай уже выпит, крем от загара нанесен, а мундирование в порядке, можно считать, что команда в полной боевой готовности. Дальше все занятия проходят на крутом подъеме, на снегу, на ветру, а значит в самых приближенных к реальности условиях. Мы учимся преодолевать горные препятствия, страховать друг друга, идти в связки, оказывать первую медицинскую помощь, как при помощи, когда у нас есть специальные оборудования, так и при помощи подручных средств. Сейчас мы учимся преодолевать горные препятствия. Дальше начинается самое сложное. Последняя и самая главная задача альпинистов – забраться на вершину Чагетчат. Каждый метр пути дается с помощью неимоверных усилий. Помимо снега альпинистов ожидают крутые скалы, и на страховку и подъем каждого участника уходит немало времени. Хоть и медленно, но верно, вся группа в конце концов достигает вершины в 3055 метров, а это значит, что теперь каждый из них достойен носить значок «Альпинист России». С вершины Чагетчат Архыз. Помимо этого, в честь своего 80-летия, Кычагу имени Умара Лиева дарит возможность участникам сборов горно-спортивного клуба Архыз покорить самую высокую точку Европы – вершину горы Эльбрус. Да, вот сейчас мы смотрели сюжет, как раз-таки обсуждали то, как все это происходит на практике. Очень интересно, я думаю, что те ребята, которые приезжали сюда, тоже смогли получить массу эмоций. Ну, если говорить о том, как вообще у нас обстоят дела с альпинизмом, со скалолазанием, я не могла с вами, опять-таки, не обсудить последние события, которые происходят в Карачаево-Черкесии. Здесь речь идет, наверное, и о том, как альпинисты ходят в гору, и о том, как они сами относятся к этому делу, и о том, как инструктора и сопровождающие тоже смотрят на всю эту ситуацию. Вот вы наверняка слышали о том, что происходило и во время восхождения на Эльбрус. Как вы восприняли эту ситуацию? Ну, знаете, во-первых, неправильно будет комментировать происходящее в тот момент, так как никого из нас там не было, мы даже не находились не то, что на самой горе, мы даже не находились где-то в штурмовом лагере, в то время мы находились у себя в городах, мы не работали в тот момент на горе. Работает сейчас Следственный комитет, который выясняет обстоятельства, подробности происходящего, и, конечно, все детали будут раскрыты, все будет разложено по полочкам. Но стоит просто отметить, что это действительно большая трагедия, которая случается в горах. На самом деле на Эльбрусе умирает не так мало людей, как хотелось бы. По большей части это люди, которые самонадеянно решаются идти без гидов, без инструкторов, без подготовки и так далее. Но этот случай он отмечен тем, что сразу большое количество людей пострадали. Серьезные погодные условия. На Эльбрусе погода очень тяжелая, и все, кто занимается работой на Эльбрусе, они это знают. Шутить с Эльбрусом не стоит. Но я думаю, что ребята, которые там работали, они не любители, они профессионалы, они давно в этом деле. И подробности будут все-таки раскрыты. Мы поймем, что происходило, почему такая ситуация произошла. Но комментировать их действия или происходящее, конечно, никто из нас не лишится. Но здесь, знаете, у меня больше даже вопрос в плане того, никто виноват в этой ситуации, а на ком лежит ответственность во время восхождения в горы, во время катания даже на лыжах. Вот на УРУС, по-моему, вы как раз тоже работали инструктором и ездите как раз в горах, там практикуете и учите других на практике покорять. Вот знаете, я каждый раз себя прерываю, потому что кто-то вот сказал, что нельзя покорять горы, на горы только можно там восходить и так далее, и так далее. Попробую покорить. И как вы считаете, вот в этом самом процессе, когда работают два человека, человек, который хочет научиться скалолазанию, альпинизму, катанию на лыжах, неважно, просто какому-то интересному нахождению в горах, и инструктор, на ком из них больше ответственности? Понятное дело, с одной стороны, что это вроде бы не детский сад, а с другой стороны, вот есть учитель, есть ученик, вроде бы функции поделены. Но если говорить о практической части, ведь человек, который хочет сходить на вершину, он обращается к услугам гида-проводника именно для того, чтобы компенсировать свой недостаток опыта. И можно говорить, что, конечно, ответственность, львиная доля ответственности, она на том человека, который ведет. Но с другой стороны, нормативно-правовая база этого вида деятельности в Российской Федерации, она настолько еще сырая, ее практически не существует, и нету каких-то более-менее ясно прописанных в профстандартах каких-то нормативов, кто может это делать, кто не может это делать, кто должен контролировать эту деятельность и так далее. Нету четко определенных очерченных границ, чтобы говорить о том, кто с юридической точки зрения, с правовой точки зрения, кто виноват, кто прав. Но, конечно же, тот, кто ведет, на нем большая ответственность. Но и тот, кто идет, он идет туда из собственных побуждений, и он идет туда, рискуя собственной жизнью. Ни один гид, никто из проводников никогда не убеждает человека словами, что подумаешь, что там, Эльбрус, сейчас сбегаем, ничего страшного, все с тобой будет нормально. Всегда ставится перед человеком реальная картина, и если он готов действовать, готов вкладывать свои силы, тогда он только начинает этот путь. А бывают ли вот такие туристы, товарищи, которые приезжают, которые нанимают гида, нанимают инструктора, все равно действуют так, как они хотят, и вот с ними как-то вот приходится уже строже работать, потому что как раз-таки тот самый инструктор понимает, что ответственность в любом случае какая-никакая, но есть и на нем. Ну, горы это зона повышенной опасности, и чем бы человек ни занимался, катается ли он на горных лыжах, либо ходит на восхождение на вершину, должна быть конкретная установка. По крайней мере, в нашей практике это происходит так, что перед началом работы, перед началом заключения этого соглашения, мы оговариваем, что должна быть дисциплина стопроцентная. То, что есть руководитель этого процесса, что он скажет, так и должно происходить. Мнение самих участников обучения, это замечательно, но окончательно всегда является мнение инструктора. Когда человек учится кататься на лыжах, он тоже не знает те последствия, которые могут с ним произойти. Первые успехи могут скуржить голову, и может все закончиться тяжелыми травмами, вплоть до летального исхода. Такое, конечно, бывает редко, но мы знаем, что на курортах Карачао-Черкесии периодически кто-нибудь разбивается на горнолыжных склонах. Это происходит как раз из-за того, что человек овладел какими-то навыками, но еще не твердо стоит на ногах и начинает пренебрегать нормами безопасности. Начинает переходить к границе, к которой ему еще рано переходить, несмотря на рекомендации инструкторов. Поэтому, работая с учеником, работая с клиентом, конечно, очень важно заранее обозначить границы их и своей личной ответственности. И в нужное время, конечно, необходимо остановить. Ну, касаясь конкретно данного случая, когда львиная доля случившегося на совести погодных условий, судя по тому, как это описывают, конечно, заключение давать я не могу, сложно говорить, на ком была больше ответственность и так далее. Да даже вот почему я, знаете, как решила спросить вашего мнения, потому что так или иначе уже не за горами новогодние каникулы. Тут вроде бы кажется несколько месяцев, но на самом деле готовиться уже, наверное, надо сейчас в том числе и принимать туристов, которые приедут. И если мы говорим про разные обмены, которые были сегодня у нас главной темой программы, то даже туризм является частью такого культурного, если не взаимообмена, то как бы насыщения себя самого, когда мы куда-то приезжаем. И здесь очень важно, мне кажется, понимать, куда, как и с какими целями ты едешь. И важно помнить о том, что одна из важных целей вернуться домой целым и невредимым. Поэтому я думаю, что даже для тех людей, которые только собираются посетить Карачаево-Черкесию, это очень важный момент. Потому что мы все помним, что происходило там еще несколько дней назад, несколько месяцев назад в Донбай, если я не ошибаюсь. Это тоже было очень страшно и очень печально. И то, как это обсуждалось в федеральном масштабе, тоже вызывало у нас, у жителей Карачаева-Черкесии, свои какие-то, возможно, вопросы. Потому что мы относимся к своей земле привычнее и относимся с любовью. Мы знаем, как тут надо себя вести. Поэтому я задала вам такой вопрос. И хочется, знаете, еще спросить, из тех ребят, которые приезжали к нам в 2018 году, сколько из них загорелось в дальнейшем идеи восхождения на Эльбрус, восхождения еще какого-то нового опыта в горах? Ну, восхождение на Эльбрус – это, конечно, вообще отдельная тема для всех любителей гор по всему миру. Я хочу вам сказать, что просто почему я тоже спросила, как-то раз, я не помню уже, куда мы летели, но передо мной стояли немцы, которые летели в Минводы. Ну, видимо, я тоже летела в Минводы, расстояла за ними. И они между собой говорили что-то на немецком, и через каждое слово у них было слово Эльбрус. И я поняла, куда едут эти ребята, потому что они были тоже с снаряжением, поэтому я и думаю, наверняка это какой-то культ все равно есть. Ну, не то чтобы культ, но Эльбрус, как ни крути, он все-таки пик оф Европ, и привлекает в себе большое внимание. И на фоне, конечно, российско-германский обмен, он имеет особое место на фоне событий Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, как его называют немцы. И это как раз те самые инструменты, с помощью которых мы переступаем через те барьеры, ментальные барьеры, которые в нас через воспитание патриотизма, военно-патриотические нотки в нас все эти годы воспитывались, со школьных лет и так далее, невольно у нас ассоциируется фашистская Германия, и Германия все-таки как синонимичными становятся. И это как раз тот инструмент, с помощью которого мы можем перебороть этот барьер и показать, что современная Германия – это совсем другое государство, что там нет таких настроений нацистских и националистических и так далее. Но с другой стороны мы можем и изменить имидж Северного Кавказа для жителей Европы, потому что после 90-х тоже у многих сохранилось такое представление. На самом деле да, и у жителей Германии тоже есть эти стереотипы, так как в европейском телевидении транслируют все-таки информацию о том, что Северный Кавказ нестабилен и так далее. Но идея того, чтобы ходить в горы или заниматься спортом, или вообще общаться с Кавказом, она приветствуется, так как Кавказ все-таки это знаменитая зона, и не было, наверное, такой эпохи исторически известной нам, когда Кавказ бы не фигурировал в интересах различных крупных государств. Но возвращаясь к вашему вопросу, восходить на Эльбрус – это, конечно, отдельная тема, но в целом все пятеро ребят, которые здесь побывали, они имеют желание возвращаться обратно на Кавказ, в Карачаево-Черкесию, и если даже не получится сделать это в рамках обмена, так как большинство из них уже достигли возраста и начали профессиональную деятельность, разъехались, уже состоятся в совсем других спортивных клубах, они планируют возвращаться сюда в качестве туристов для того, чтобы просто посетить эти земли, увидеть что-то новое. Мы с ними постоянно это обсуждаем, мы обсуждали это на 2019-2020 год, но вот видите, не получилось, пришлось все поменять. И теперь в дальнейшем будем планировать, в какой форме мы можем их просто принять у себя в гостях. Ну как приедут, ведите к нам тоже. Ну да, перед вашей коллегой, Надиной Лайпановой, она снимала сюжет вместе с немцами, мы занимались скалолазанием, поэтому теперь следующим визитом вежливости, конечно, они должны посетить вашу студию. Обязательно, я думаю, что это будет прекрасный тоже такой культурный обмен, во всяком случае, дай бог я вспомню там пару слов на немецком, пообщаемся, так сказать. Я обещаю, что это будет блестяще, но тем не менее. Знаете, о чем я подумала? Ведь это же очень интересный момент, когда мы живем в мире, который нельзя назвать стабильным, в плане политических, экономических отношений, в плане каких-то претензий разных стран друг к другу, это нельзя сказать, что это только сейчас, это было всегда, и это будет происходить, наверное, до скончания времен. И приятно, что в этом разрезе стабильным остается то самое общение молодежи, то самое общение людей на почве культуры, спорта, любви к одним и тем же вещам. И говоря о пребывании в Карачаево-Черкесии или пребывании в Баварии, то это, наверное, самые такие чистые и добрые намерения, где нет места ни политике, ни претензиям, ни санкциям, прости господи. И вот это, мне кажется, самая главная идея того, что происходит в рамках вот этого обмена. Вначале я говорил, что цель обмена состоит не в профессиональном развитии и спортивном, а именно в социальном и в развитии человека через спорт. Что важно? Когда мы занимаемся спортом, совместно занимаемся спортом, и вторая позиция, когда мы занимаемся спортом как олимпийскими видами или состязательными видами, когда мы готовимся, соревнуемся и так далее, во втором случае в нас воспитывают такой дух спортивного патриотизма. В России это очень развито. Противоположность Германии у них не транслируется такая позиция, что Германия вперед, только Германия и так далее. Как у нас Россия вперед, у нас мы любим эти спортивные... Такой маленький губерниев живет в каждом. Да, а деяние, когда мы за Россию, золотая медаль должна быть только у нас. Вот второй случай, это не совсем про обмен. Первый случай, когда мы занимаемся спортом в узком кругу любителей одного и того же вида спорта, ходим в горы, играем в футбол, играем в шахматы, занимаемся борьбой и так далее, уже не существует границ, не существует политики, не существует национальности, существуют только любимые занятия. Вот это ценно. Вот это мы стараемся развивать. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам в студию. Как всегда, время эфира пробежало незаметно. Мы очень надеемся, что как можно раньше состоится этот обмен, потому что это прекрасно, потому что чем дольше мы находимся вдали друг от друга, я имею в виду разные страны, молодежь разных стран, вообще людей разных стран, тем дальше мы кажемся друг к другу в плане какого-то мыслительного и духовного процесса, и связи вот эти тоньше становятся. Поэтому хочется уже, чтобы коронавирус наконец-таки отступил и дал нам ощутить вот это вот волшебство общения с другими странами. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо и вам, дорогие друзья, что оставались с нами на протяжении последнего часа. Мы с вами прощаемся, но встретимся уже завтра в 17.00 на телеканале Архиз24. Оставайтесь на нашем телеканале, потому что впереди еще масса всего интересного. Субтитры подогнал «Симон»